Сегодня прошло заседание правительства Чуваши. Руководитель Минобразования Владимир Иванов предложил внести изменения в законодательство, чтобы развивать такую форму семейного устройства, как патронатная семья. Между семьей и органами опеки заключается договор на проживание ребенка в семье в течение года, чтобы лучше узнать друг друга. Сейчас в республике проживает 3587 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 90% воспитываются в приемных семьях. Инстрой Чуваши внес на рассмотрение проект постановления о схеме и программе перспективного развития электроэнергетики. Программа предполагает развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, чтобы удовлетворить спрос на электрическую энергию. В планах сформировать стабильные и благоприятные условия для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики. В будущем году планируется приватизировать два госпредприятия – плодопитомник Батревский и Газпром Межрегионгаз. От продажи акций ожидается получить дополнительный доход в республиканский бюджет Чувашской республики, значительно превышающий поступающий от общества дивиденды. Ожидаемый объем от приватизации в 2015 году не менее 101 миллионов рублей. Ранее предлагалось включить в план приватизации ряд объектов, но по согласованию с органами власти некоторые исключены по причине своего социального статуса. Глава Чуваши рекомендовал министерствам еще раз детально проанализировать деятельность своих подведомственных учреждений. Те республиканские государственные инвентарные предприятия мы должны приватизировать. У АВА 100% доли государства. И тем самым у них появляется возможность привлечения кредитов, другие возможности, инструменты для того, чтобы, привлекая оборотные средства, они могли развиваться еще лучше. Также министры рассмотрели правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда кабинета министров на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Средства будут выделены органам власти, чтобы частично покрыть расходы и оказать помощь жителям, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций. Кминец министров также принял решение распределить субсидии муниципалитетам из федерального и республиканского бюджетов на грантовую поддержку местных инициатив. Кроме того, правительство рассмотрело размер субсидии нуждающимся студентам. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений, высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме, обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета, и имеющим оценки успеваемости хорошо и отлично, не может составлять менее 6307 рублей в месяц. Такая стипендия будет начисляться по итогам сессии. Получать ее будут дети-сироты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды и ветераны боевых действий. Таких в Чувашии 25 студентов. Также принято решение о выделении субсидий из республиканского бюджета на проведение ремонта гидротехнических сооружений в Батыревском, Малеринско-Пасадском, Парецком и Шамуршинском районах. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Антон Вовк, Республика.